Блокчейн, нода, админка – все эти технические термины на слуху благодаря электронному голосованию. Специалисты и неспециалисты пытаются понять, как получилось, что на обычных участках для голосования в лидерах оппозиционные кандидаты, а на электронных – провластные. И у всех наблюдателей множество вопросов. Например, таких. Как же все-таки происходит подсчет этих голосов, как происходит транзакция этих голосов, как формируются эти протоколы, кто их наполняет? Или таких. Невозможно понять, какие люди проголосовали дважды, какие трижды, какие из их голосов должны быть учтены, а какие нет. Илья Сухоруков – профессиональный программист. Он работал в штабе электронного голосования как наблюдатель. Теперь он пытается разобраться, что же все-таки произошло в недрах блокчейна и за его пределами. Началось все с того, что наблюдателям после восьми часов вечера закрыли доступ к проверке информации. Был вызван технический специалист, который сказал, что по требованиям безопасности сертификат, выданный, заканчивался в восемь вечера. Я начал уточнять, подождите, ну как в восемь вечера, то есть результаты никак нельзя было посмотреть с этого компьютера. Он замялся, сказал, ну я не уверен, может быть не в восемь, может быть в десять. И сказал, насколько мне известно, этим заведует в том числе ФСБ. Наблюдатели не смогли зайти в ноду. С ее помощью можно увидеть число проголосовавших электронно и в теории результаты. В теории, потому что результаты должны были появиться только после окончания голосования. Но и эта самая нода в это же время перестала работать. И именно в этот момент почему-то прозвучала аббревиатура ФСБ. К сожалению, мы не зафиксировали его слова, поэтому тут только я могу сказать то, что я слышал. И, насколько я понимаю, сейчас публично идет попытка опровергнуть эту информацию. Ну мы, конечно, будем стараться прояснить, какое действительно имеет отношение ФСБ. Действительно ли эти протоколы выдает ФСБ, точнее протоколы, сертификации выдает ФСБ. Но ясности в этом вопросе пока что нет никакой. Муниципальный депутат Денис Шендерович тоже работал в ту ночь в штабе электронного голосования как наблюдатель. И наблюдать после 8 часов вечера тоже не смог. Я просил, чтобы, во-первых, был доступ к ноде наблюдателей оперативной. И, второе, что, собственно говоря, там опубликовали, либо получили эти протоколы голосования. Но их почему-то не было, и это было очень странно. Весь процесс электронного голосования Шендерович называет непрозрачным. Результаты в виде уже привычных бумажных протоколов наблюдатели получили только утром. Оставалось только поставить подписи и отвезти их в территориальную избирательную комиссию. Если мы находимся на участковой избирательной комиссии, мы видим урну. В урне видим бумажные голоса, то есть избирательные бюллетени. Видим членов комиссии, наблюдатели присутствуют при подсчете голосов. То есть процесс подсчета у них происходит на глаза. То в случае с электронным голосованием этот подсчет происходил где-то в темной комнате, которую никто не видел. И людей, кто это делал, тоже никто не видел. Конечно, к такому подсчету голосов уровень доверия стремится к нулю. Председателем общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве был Алексей Венедиктов. Руководитель радиостанции «Эхо Москвы» настаивает, дистанционное электронное голосование было честным и прозрачным. И все же спустя несколько дней сообщил, проведут сверку результатов, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения в неверном подсчете. Но эта проверка, даже если осуществится, не имеет юридической силы, о чем уже напомнили в Центральной избирательной комиссии. Подвести окончательные итоги выборов там планируют в ближайшую пятницу. А программист Илья Сухоруков задается новыми вопросами. Какую именно информацию предоставят для сверки электронного голосования? И что именно с ее помощью можно будет узнать? Очень много вопросов, очень мало ответов. Результаты уже будут подведены. То есть ЦИК вот-вот утвердит результаты. Как можно утверждать результаты, когда есть столько вопросов, когда наблюдение за подсчетом никакого не велось? Это все риторические, к сожалению, вопросы. Не знаю, сумели ли я получить на них ответы. Кандидаты, поддержанные умным голосованием и проигравшие за голосование электронного, намерены оспаривать результаты. В КПРФ собираются обратиться в суд и в случае необходимости дойти до Европейского суда по правам человека.